Здравствуйте, дамы и господа! Рад вас приветствовать сегодня на нашей встрече с компанией SkyWorld Community. И, конечно же, добро пожаловать в будущее! 2021 год был годом больших достижений для проекта струнного транспорта. На лёгкой линии в Шарджа тропический Юникар совершил первые поездки с пассажирами на борту. В центре UST Inc. в ОАЭ началось строительство четырёх анкерных опор для первых тяжёлых трасс. На новых трассах струнный транспорт впервые покажет скорость свыше 150 км в час. В ОАЭ прошла сертификация струнного транспорта. Международные эксперты подтвердили, что технология соответствует мировым требованиям надёжности, безопасности и долговечности. Сертификация помогает проекту выходить на новые рынки и упрощает сотрудничество с заказчиками по всему миру. В Шарджа также прошли первые испытания грузового струнного транспорта. Осенью лёгкая трасса в центре испытаний получила разрешение властей Эмирата на демонстрацию и тестовую эксплуатацию. Выставочная версия высокоскоростного струнного транспорта теперь находится в специальном павильоне центра USD-INC в Шарджа. В конце года изобретатель струнных технологий Анатолий Юницкий объявила по писанию первых четырёх контрактов на адресные проекты. Это лишь часть масштабных достижений, которые помогают струнным технологиям выйти на мировой рынок. Это лишь начало прогресса, частью которого может стать каждый. Можете стать и вы. Дамы и господа, какое ощущение у вас сейчас, когда вы видите эти технологии, когда как в будущее, как в фантастику смотришь. Только радостная новость о том, что это абсолютно реальные фотографии и видео, и это реальные успехи компаний, огромной технологии, международного проекта за не самые простые годы 21 века. С вами компания SkyWorld Community. И как вы поняли, речь сегодня пойдёт о уникальном, инновационном транспорте будущего, который мы реализуем уже прямо здесь и сейчас. И, конечно же, это не делалось одним днём. Чуть более чем за пять лет мы, люди, обычный народ, хотя нас вместе уже более 500 тысяч человек, объединились. Объединились, изучив, что же за технологии предлагает какой-то белорусский гениальный учёный. И в итоге все люди, которые изучили углублённо, что делает этот человек, я думаю, именно они и то благо, с помощью которого мы создали так много за такое короткое время. Ведь сейчас без банков, государств, крупных корпораций, просто людьми мы развили данную инновационную планетарного масштаба технологию до 14 из 15 этапов развития. То есть мы сейчас реализуем предпоследний проект, предпоследний этап из 15. И делаем это самостоятельно, для себя же. Но в общем целом для всего живого. Потому что этот новый вид транспорта изменит представление о жизни, как в городах, так и между городами, о перемещениях грузов и пассажиров, о стоимости на всё это, о скорости этого. Везде все показатели Анатолий Эдуардович проработал таким образом, чтобы этот транспорт был лучше, чем все возможные, которые есть сейчас, уже традиционные. Конечно же, за час я не успею рассказать вам абсолютно всего о такой огромной и масштабной технологии, особенно о её успехах, но добавить знаний о данной технологии, о успешности её развития и о том, на какой она уже стадии, несмотря ни на какие проблемы, которые сейчас у нас бывают в нашем мире. Этот бизнес, этот проект, эта технология не сломима и уже в скором времени будет распространяться по всей планете. Просто поинтересуйтесь, ведь это лучший способ развиваться, интересоваться. Интервью с Анатолием Юницким об итогах 2021 года. Сейчас я продублирую эту ссылку прямо к нам в чат. Вот. И вы сможете скопировать её и просмотреть, когда вам будет это необходимо. Но там действительно потрясающая информация, которая необходимо прямо знать и понимать, чтобы чётко можно было либо поделиться с другими людьми, либо для себя самого понимать, что на каком уровне находится эта технология. Это ведь всё-таки 14 этап, то есть завершающий этап. И риски настолько уже упали во всём проекте. То есть мы потому что видим почти уже всю линейку, почти все этапы, все задачи практически выполнены. Остались самые, так скажем, грандиозные, самые дорогостоящие, самые крайние. Это скоростной транспорт и тяжёлый грузовой транспорт. И, конечно же, по всем этим направлениям мы уже работаем. Так что финиш не за горами, выход на самофинансирование не за горами. И, конечно же, планетарного масштаба польза тоже не за горами. Давайте познакомимся. Меня зовут Артём Курбанов. Я один из 8 миллиардов человек на данной планете, который старался всю жизнь делать мир вокруг себя чище, лучше, удобнее, приятнее. И чем старше я становился, тем больше росло моё влияние. В какой-то момент я начал задумываться о том, что необходимо влиять на всю планету целиком, разом. Тогда это будет, хоть и долгосрочно, но приводить действительно к полезным изменениям. Потому что если где-то, как Жак Фреско описал, сделать какое-то социальное изменение, инженерное измерение, буквально в течение нескольких лет, если это социальное, или нескольких десятков лет, окружающая среда просто тянет на тот же уровень это место, которое мы развивали, если мы оттуда уедем. Но здесь технологии, при строительстве которых каждый город будет выходить на новый уровень, и все жители его будут выходить на новый уровень. Узнав о подобных технологиях, узнав о том, что люди развивают такие глобальные вещи, что делает это сам народ, я начал изучать эти вопросы. Как это вообще возможно, чтобы люди объединялись с разных стран, с разным менталитетом, с разным языком и создавали вместе международные компании. В итоге я изучил сотни таких и нашел самые актуальные, самые необходимые. И те, у которых есть продолжение. Не просто какая-то одна технология, а технологии, у которых на сотни, на тысячи лет вперед есть видение, куда нам передвигаться. И это все технологии, соответствующие, подходят друг к другу. В итоге я нашел такой проект, я нашел этого ученого, и сегодня я вам расскажу, что я узнал за последних пять лет о данном. Конечно же, с учетом нашего времени, потому что необходимо дать вам самые основные, самые важные аспекты. Но у вас всегда есть возможность писать свои вопросы в чат, либо писать свои вопросы на корпоративную почту. Сейчас я тоже ее продублирую вам в чат, чтобы вы могли со мной связаться, если у вас хотя бы какие-то вопросы. Может, я смогу помочь вам найти ответ на ваш вопрос, либо решить, как лучше сделать в той или иной ситуации. И, конечно же, чтобы вы сразу понимали, зачем вам эти технологии, инновации, новый транспорт, инвестиции, финансирование, как это ко мне относится. Представляете, с помощью компании SkyWorld Community и данной технологии развития, финансирования и продвижения экологических инновационных технологий, в данный момент которым является транспорт, вы можете улучшить абсолютно все показатели, которые вы сейчас видите на экране. Все эти факторы могут улучшиться в вашей жизни и в жизни окружающих ваших людей от знакомства и участия со SkyWorld Community. Поэтому присаживайтесь поудобнее, возьмите чаю, водички и наслаждайтесь информацией. Потому что я вам расскажу про наш мир, про нашу реальность, в которой мы являемся огромной частью. Ведь мы человек, человек один из самых могущественных видов существ на нашей планете. Хотя мы всего лишь один из 12 миллионов видов. То есть одна из 12 миллионов семей на нашей планете, которые совместно должны дружественно уживаться. Ну и, конечно же, с нашей флорой и фауной. Мы, так скажем, с нашей природой всей. Но мы венец творения. 8 миллиардов человек. И мы делаем самый большой... Ну не хотелось бы сказать, что негативный всплеск, но мы делаем самое большое влияние на эту планету, как положительное, так и негативное. Хотя насчет положительного, может быть, можно сейчас и поспорить с учетом количества всех производств и того, как мы с нашей техногенной сферой, так скажем, добиваемся успеха. Но точно известно то, что мы сейчас самая влиятельная часть нашей планеты. И эти 8 миллиардов человек действительно могут изменить жизнь в этих городах, между городами. Потому что 8 миллиардов человек могут очень многое, не в зависимости от того, кто управляет государствами либо всей планетой, что доказывает наш проект. Ведь представляете, то, чем должен был бы заниматься международный какой-то совет, содружество стран, либо какая-то одна самая крупная страна, этим занимается частный инженер-конструктор. Слава богу, он гениальный, и это возможно вообще сделать таким образом. И обычные люди, те самые, которые пользуются всеми благами и особенно транспортом на нашей планете. И мы совместно создали планетарную технологию, у которой уже есть первые заказы еще с прошлого года и будут еще больше в этом году, при том, что мы еще даже не завершили. То есть все идет настолько круто, мощно и доказывает, что сообщество людей в полмиллиона человек даже или в нескольких миллионов могут действительно менять, преображать способ жизни на нашей планете. И делаем мы это с помощью технологий. Ведь это наше детище. Все здесь живое на нашей планете, а потом человек создал свои технологии, свое, так скажем, своего ребенка, и развивал его. И это наше детечек, от которого мы уже никуда не уйдем. Технологии останутся с нами. Мы пошли по техногенному способу развития. И, конечно же, появляются технологии, которые сильно меняют способ нашей жизни, сильно меняют удобство, либо наши возможности. Так, например, текстильное производство и паровой двигатель сильно изменили наш мир, дали ему огромные новые возможности. Либо Медлоргия и железная дорога также дала нам невероятные возможности. Третий технологический уклад ознаменовался появлением и распространением использования электричества. И тоже мир стал абсолютно новым. Далее четвертый технологический уклад. Нефтехимия, автомобилестроение, авиация. Наш 20 век, который максимально, так скажем, развился в этих направлениях. А дальше? А дальше начался тот мир, в котором мы живем сейчас. Виртуальная реальность, интернет и гаджет. Это, дамы и господа, технологические уклады. И мы сейчас живем в пятом технологическом укладе. То есть время скоростей, огромной передачи информации, модернизации, автоматизации, компьютеризации, и здесь мы с помощью компьютеров, интернета, наших технологий научились связываться со всей планетой, научились передавать информацию со всей планетой, связались так, что в считанные мгновения можем связаться с любым человеком на нашем земном шаре, где бы он ни находился. Можем звонить по телефону на другой континент разговаривать без надежки. Даже сейчас по видеосвязи вы можете через спутники разговаривать совсем с противоположной частью планеты. То есть скорость передачи информации выросла невероятно. Гигабайтами за секунду. Мы можем деньги за секунду пересылать в любую точку планеты. То есть все, что связано с информацией, происходит очень быстро. Но мы встали. Мы встали материально и физически. И это самое главное, ведь наш мир-то материален. И именно эта часть, передвижение грузов и пассажиров, это тот барьер, та ступень, которую нам необходимо преодолеть, чтобы гораздо быстрее развиваться в 21 веке. Но и самый важный аспект, что характеристики должны быть лучше, показатели. Но это все не должно мешать жизни на планете. То есть это должна быть современная инновационная экологическая технология. И именно потому, что в нашем проекте все это есть, он сейчас находится на 14 из 15 этапов развития. И это будет новый технологический уклад, потому что то, как он изменит мир и какие возможности даст всем людям. Ни одна технология сейчас таких возможностей не дает. И, дамы и господа, тот мир, который мы знаем сейчас, сделан вот этими компаниями. Тогда не было возможности, как сейчас нам сидеть в одной виртуальной комнате и передавать информацию об этой компании, об этих компаниях, о том, насколько они полезны, какой у них будет, так скажем, вклад в человечество, какая польза. Многие люди не понимали, не знали о том, что есть такая возможность. И никто никому не разжевывал плюсы. Просто были те, кто что-то знали больше и понимали, так, вот это будет нужно, будем вот это развивать. Или вот будет продажа вещей и покупка в интернете, или операционная система, или интернет-кошельки для того, чтобы все это оплачивать. Или поиск информации, как Google. И все эти компании начали развиваться. Когда-то они были маленькими-маленькими. Но поскольку их услуги были необходимы людям, и они распространялись все больше и больше, потому что это было использование этих всех сервисов, компаний, приложений, устройств, было удобно, было приятно, улучшало и ускоряло жизнь человека. Делало, может быть, ее более комфортнее, более удобнее, более полезной. И поэтому все эти компании развивались. Чем больше их использовали, тем больше они развивались. Чем больше они изобретали полезного, тем больше их использовали, тем больше они развивались. И представляете, вот эти компании пятого технологического уклада, это сейчас просто крупные, международные гиганты. И подумайте, если бы тогда кто-то вам детально объяснил, в чем суть этой технологии, как она развивалась, почему она развивалась, зачем, какие у нее перспективы, чем она лучше всех остальных традиционных. То есть все четко, и какие у вас есть возможности. Хотели вы быть, хотя бы на 10 долларов, на 100 долларов, в компании Алибаба, совладельцем этой компании. И всего за 18 лет капитализировать своих 100 долларов в почти 2 миллиона долларов. Понимаете, это историческая статистика. Капитализация так и работает. Маленькая компания, которая имеет, так скажем, небольшую цену, она растет, и тот же самый ее кусочек, в процентах, стоит гораздо больше. И эта капитализация, она касается всех успешных компаний. Также все время, что не продавать капитализированные свои доли компании, вы получаете дивиденды от производства этой компании, от того, что она делает заказы, распространяет их. То есть те, те, кто увидели в технологиях пользу для будущего и поддержали их развитие, в течение десятков лет пользуются, кроме пользы, которая есть и у всего другого человечества от этих технологий, от этих компаний, так еще и огромную прибыль, опять же, с передачи по наследству, капитализации и дивиденды. То есть, если мы поддерживаем то, что развивает наш мир, то мы становимся частью этого и, так скажем, пользуемся благами того, что мы создали это, того, что мы производим это, того, что мы распространяем. А теперь самое интересное. Я уверен, что каждый бы хотел хотя бы маленький кусочек в данных компаниях, но тогда нам никто о них не рассказал. А сейчас я вам рассказываю о подобной же компании, которая совершит невероятные изменения в нашем мире. Только она гораздо больше, чем все компании, которые вы сейчас видите на экране. Ведь это самая большая инфраструктура транспорта. Она же и самая дорогостоящая. Она же и самая прибыльная. Она же и самая полезная для всего человечества. И, дамы и господа, как вы видели в видео в начале и сейчас, это не просто концепция, это не идея или чертежи. Мы уже провели, так скажем, огромную работу, чтобы эта концепция чертежей и изобретений стала реальным транспортом. Реально сертифицированным. Более чем наполовину сертифицированный транспорт, по которому уже заказывают адресные проекты, на которых катались уже около десятка тысяч людей, и я в том числе, на разных видах трассы, на разных видах транспорта. Потому что я ездил и вот на этой вот трассе, и вот на этой трассе, только на юнибусе, и на вот этой трассе, на берельсовой, на подвесном юнибусе, и на этой в тропическом исполнении. То есть я опробовал это все на себе и могу подтвердить, что мы с вами действительно создаем будущее, причем невероятно экологичное, очень-очень разумное, огромные характеристики и минимальные затраты ресурсов, времени, человеческого фактора, земли нашей матушки. То есть Анатолий Эдуардович создал ту технологию, которая по всем показателям лучше, чем все остальные. И этой компанией он делится именно с народом, чтобы она не стала коммерческой, чтобы она была народной, чтобы мы ее использовали для всей планеты, для человечества, для его развития. И это как раз нам под силу, дамы и господа. Ведь нас 8 миллиардов человек. И мы уже, представь, 8 миллиардов, нас уже полмиллиона. И мы делали такое огромное влияние на нашу планету. Ведь посмотрите, это разные виды транспорта и разные виды трасс. То есть не только сам подвижной состав, но это вся инфраструктура. Также и промежуточные опоры, и анкерные опоры, стрелочные переводы, станции. это все входит в нашу прекрасную технологию. И сейчас мы ее, так скажем, с каждым днем, с каждой неделей доводим уже до идеала, чтобы полноценно ее сертифицировать. То есть главная задача всего проекта это сертификация. Это построить, продемонстрировать, испытать и доказать, что все заявленные характеристики являются правдой. Где-то сделать корректировки. где-то больше либо меньше. То есть на железе построить все и просертифицировать. И, дамы и господа, поздравляю вас, мы на 14-м из 15-ти этапов. То есть практически вся технология уже просертифицирована. Но это лишь первая технология. И мы ее, эту технологию, скоро закончим и начнем продвигать следующие технологии. Ведь этот транспорт это связующее. Оно может быть внедрено куда угодно. И в маленькие города, и в мультимиллионнике, где 20 миллионов человек. Она поможет и там, и там, и там, где трудно добраться, и в вечной мерзлоте, и в полной жаре. То есть суперлегко интегрируемый, куда угодно. Анатолий Эдуардович хорошенько это продумал. Но это только начало. Самый земной, самый понятный, самый простой проект. Потому что к нему же будут экологически устойчивые дома, о которых Анатолий Эдуардович уже широко распространяется и говорит. Которые сами себя обеспечивают. Это значит устойчивые. Такие же экопоселения и линейные города устойчивые, которые не зависят от всего окружающего мира, а может полностью всех своих жителей в кластере прокормить, пропоить водой, дать электричество, тепло и пространство. То есть все, что необходимо для жизни. гумус восстановления почвы, вакуумное стекло, с которым можно застеглить все дома в мире и которые тепловая отдача, точнее пропускная способность меньше чем полтораметровой кирпичной стены. То есть у Анатолия Эдуардовича, у гениального ученого такая серия технологий, которая уже признана научным санобществом. Ведь он получил премию мира в Братиславе в 2018 году в декабре. То есть уже признаны все его технологии. Это я не говорю уже о последних. вынос вредного производства на орбиту Земли, создание космического индустриального ожерелья. То есть там очень серьезный планетарный, когда мы уже странами будем объединяться, чтобы и сделать. Но сейчас все начинается и очень успешно начинается именно с наземного транспорта. Самое актуальное, самая, так скажем, та частичка, которая очень большой, даст нам мощный толчок для развития, для безопасности, для того, чтобы больше жизни было сохранено, люди были более здоровы, более эффективны, наши города были лучше. То есть все это делает даже вот эта первая технология. Поэтому уже в скором времени мы ее закончим, и она максимально выйдет на сам финансирование. Ну, то есть у нее уже есть все сертификаты, у нас уже есть заводы в данный момент, у нас уже есть штат, который работает, у нас уже есть предзаказы, и даже уже есть заказы адресные проекты. То есть после окончания пятнадцатого этапа компания самостоятельно просто строит и развивается, потому что у нее постоянно приходят прибыли больше, она реализует все проекты, не останавливается ни на секунду, потому что ей всю планету необходимо подстроить, около 20 миллионов километров дорог мы сможем сделать с помощью такого транспорта, такой технологии, при этом потратив минимум наших ресурсов, нашей планеты, минимум наших ресурсов в смысле как налогоплательщиков, ведь мы тоже же решаем. И, конечно же, мы будем решать строить транспорт, который быстрее, дешевле, меньше ресурсов, экологичнее и дает больше характеристик и скорость и пассажиропоток и так далее. Еще и красивый вид, и ты свободен из этого транспорта, находясь в нем. То есть по всем показателям этот транспорт разойдется как горячие пирожки, как называется. А мы продолжим двигаться дальше, развивать какие-то, может быть, адресные проекты с той же компанией Sky World Community, либо продолжим двигать следующие проекты. Особенно, особенно, дамы и господа, чтобы вам было интересно, посмотрите новый вид энергетики. Когда вы посмотрите видео про итоги 21-го года, электроэнергия, которую предлагает Анатолий Эдуардович, это просто что-то с чем-то. В его блоге на сайте юницкий.инженер, вы можете узнать об этом гораздо больше, потому что энергетика меня очень интересует, это полностью изменит вообще работу, наши города, наши поселения. Очень жду больше информации об этом. А пока для того, чтобы все то было возможность быстро реализации, давайте посмотрим, что же это за система такая уникальная, что ее прям вот мне какому-то человеку из какого-то города, который занимается своими делами, надо поучаствовать, чтобы она появилась в мире. Эта система конкретно изобретена для массы людей. То есть не для тех, кто владеет всей железной дорогой, либо авиацией, то есть тех людей, которые сами, у них личные самолеты, подводные лодки, там, лайнеры и так далее, которые килотоннами просто энергию и тоннами нефти, употребляют. Это технология для людей, то есть для самого человечества, не для каких-то индивидуумов, а чтобы сделать максимум людей в мире максимально эффективными, то есть чтобы они быстро, легко, безопасно, экологически чисто и с минимальными затратами своих ресурсов, своих средств могли добраться куда угодно, поучиться, поработать к близким, к родным, к друзьям, на путешествия, это опять же, это важная часть нашей жизни, видеть новые места, понимать, что мир на самом деле шарик круглый, и он не такой уж и большой, и он не такой уж и непоколебимый, мы его колеблем, ого-го как, и за ним необходим уход, это наш дом, дамы и господа, и эта философия прослеживается во всех работах Анатолия Эдуардовича, ведь действительно, задумайтесь, наша планета не вот это дом, вот эти стены вокруг меня, наша планета это дом, мы просто из этого дома взяли немножко материалов и сделали квадратичность, но по факту именно наша планета, именно поверхность планеты Земля, на которой мы живем, и до стратосферы, это наш ореол обитания, это наша, так скажем, наша площадь, наша ниша, и там же развивается наша технология, наше детище, та же ниша, только мы делаем из живого живое, а технология делает из неживого неживое, либо из живого неживое, то есть берет какие-то ресурсы для того, чтобы произвести полезную работу, например, сжигание какого-то топлива и получение энергии, то есть если, и эта техногенная сфера, она постоянно развивается, то есть мы уже никуда от нее не уйдем, мы пойдем вместе, но если она будет вредоносная и будет техногенная сфера находиться, где и биосфера, в одной нише, у нас война получится, а точнее, поскольку люди сами выбирают развивать технологии, невзирая на их вредоносность, а больше на их пользу и прибыль, то таким способом наше собственное детище же, технология вредоносная, изживет, она меняет наше пространство, вот эту био-нишу экологическую, под себя, меняет воздух, то есть коптит и меняет, делает его меньше кислорода, больше углекислого газа, хуже там дышать, отбросы и прочее, и прочее, то есть та техногенная сфера, которая есть сейчас, она не может больше оставаться в том же пространстве, ее необходимо заменять, те технологии, которые должны быть на Земле, но они должны сдать экологически чистыми, как говорит Анатолий Эдуардович, планета наша, она для жизни, а космос нужно сделать для работы, там нету понятия экологии, там не нужна экология для проживания человека либо других каких-то существ, флоры, фауны, то есть нету понятия экологии, и мы можем туда дымить, делать там какие-то заводы, производить материалы, при том, что они будут супер невероятно эффективны, и там крепкие, и будут стоить дешевле, потому что там есть вакуум, типа супервакуум, невесомость и прочие другие, так скажем, детальки, которые могут помочь нам очень сильно в наших производствах, разработках, лабораториях, но именно Земля, именно эта поверхность, эта маленькая часть вокруг нашей Земли, она должна быть экологичной, именно там мы можем развиваться свыше 10 миллиардов человек, Анатолий Эдуардович четко показал, что нам одна 27-я суши необходима, чтобы 10 миллиардов человек жила, а все остальное можно сделать национальными парками, и наслаждаться развитием этой природы, видеть, как она пышет рядом с нами, а мы пышем рядом с ней, для нее и из-за нее, и эта философия, она действительно есть во всех технологиях, каждая технология Юнистского продумана максимально, для того, чтобы разумно, жить люди и технологии действительно уже дошли до того уровня, что они могут вокруг себя сделать чисто, могут делать так, чтобы не нужно было убирать, потому что они не сорят. Например, Швеция уже дошла до того, что у них минусовой показатель мусора. Они закупают мусор, либо им отдают мусор, чтобы они у себя его переработали, потому что перерабатывается все. То есть шведы, люди настолько осознаны, что они сами на выходных берут весь свой мусор, сломанную технику, забирают у соседей что-то и едут в определенные места, сдают его, сортируют, получают с этого обратно какую-то даже прибыль. Некоторые просто дают и донатят, жертвуют эти деньги на развитие переработки мусора. Очень много создания из подобного, из подобных материалов. То есть представляете, вообще просто представьте, в стране больше нет мусора. Вот это уровень, который показывает, насколько люди взрастают. Я видел это в нескольких странах, слышал, как в Швейцарии происходит вот это вот изменение, как люди постепенно, потихонечку, сначала начинают свой мусор сортировать, в разные места раскидывать, заражать соседей этим. То есть просыпается осознанность того общего влияния. Хотя человек, каждый может задуматься по себе. Если я буду делать вот это каждый день в течение 30 лет, что со мной станет? В хорошую сторону, в плохую. Либо если я буду выкидывать ошметки из окна 30 лет каждый день, что от этого будет? И таким способом мы можем посмотреть, куда мы движемся в перспективе. И сортировка мусора в перспективе движет нас как минимум не к морским островам по 40 тысяч километров, точнее по 40 километров с мусором в море. Это наша задача по факту. То есть мы самые влиятельные, это наша сила, но также это и задача оставить этот мир в таком состоянии, чтобы в нем хотелось родиться, чтобы наши дети и внуки с рождения уже попали в хороший, чистый мир, благоприятный мир, где все в изобилии, где все в благополучии, где мы в своих городах и возле своего дома в безопасности, где наши дети с домашними животными могут гулять вокруг нашего дома, и мы не можем не бояться, что кто-то куда-то выбежит на какую-то опасную проезженную часть. Юницкий полностью убирает с поверхности то, вот эта вот наша часть и поверхность Земля, она нерастяжима. Она как раз для жизни, для флоры, фауны человека. И Анатолий Эдуардович освобождает ее. Он берет и переносит всю транспортную работу, огромную, масштабную, планетарную, на второй уровень. При том, что это можно будет строить где угодно и когда угодно. Ведь UST-технология это самая оптимальная, самая эффективная и самая безопасная транспортная инфраструктура, которая когда-либо создана была потому, что говорит наша история. И этот человек не просто это заявляет, ведь он написал более 200 научных работ, создал более 150 изобретений, написал более 20 монографий в разных сферах. У него множество высших образований, одно из них патентное право. И более того, технологии, экология на Земле, он понимает, что еще есть и космос, какие технологии необходимы там и как нам двигаться в туче. Если вы изучите самого ученого, вы поймете, что он более 40 лет учился, изобретал, работал и создал то, за что он сейчас, так скажем, начинает быть признанным в научных кругах. Люди готовы отдавать свою энергию, свои ресурсы, свое время для того, чтобы он сделал то, что он понимает. Вот насколько важны эти технологии, вот насколько они актуальны. И я не зря сказал, что это самый актуальный проект. Ни один из проектов, который сейчас есть, не дает такую пользу, как данная технология. Хотя она самая маленькая, самая земная, самая понятная, и для, так скажем, улучшения жизни нужны еще и следующие технологии. Но уже даже это внесет такой вклад, настолько отодвинет нас от точки невозврата, когда мы могли бы уничтожить себя своей техногенной сферой, довести планету до такого состояния, что назад уже не восстановить. Либо с огромными последствиями негативными. Но Анатолий Эдуардович успешно, я бы сказал, на данный момент успешно реализует данные технологии и показывает, что у нас есть возможность, у нас есть возможность спасти нашу планету, дойти до точки невозврата, не загубить ее и потом десятилетиями либо столетиями не восстанавливать. И видно, что наша компания справится с этим. Анатолий Эдуардович справится с этим. Ведь те компании, которые мы сейчас создали, как работают наши заводы, передовое оборудование, какой у нас штат огромный, более чем 700 сотрудников, более 80 конструкторских бюро. То есть возможности той компании, которую мы уже создали, те мощности, которые у нас есть, это просто запредельно. мы уже выполняли даже сторонние заказы в России, изобрели электромашину и не смогли ее реализовать. А на наших заводах с нашими специалистами мы сделали ее. Мы сделали ее от и до и показали потрясающие характеристики. То есть показали себя на наивысшем уровне, что в России, так и в Европе. потому что качество, уровень того возможности реализации это все с Анатолием Эдуардовичем Юницким под его началом вырастает просто до космических пределов. Ведь опять же наши заводы и сам транспорт это не проще, чем самолет. Это электромобиль с невероятной аэродинамикой, с огромными количествами систем. Не просто так более 80 конструкторских бюро. Каждое бюро отвечает за свое. Один за скоростной транспорт, другой за аэродинамику, третий за закрытие дверей, четвертый за аккумуляторы, пятый за соприкосновение стального колеса с остальному рельсу с самым эффективным коэффициентом полезного действия. То есть каждое конструкторское бюро, каждый человек и уже целые группы людей вместе под началом Анатолия Эдуардовича разрабатывают. Разрабатывают все эти детали, узлы, совершенствуют и добавляют новые материалы, новые технологии, новые решения придумывают, соединяют вместе и получают самый уникальный и актуальный транспорт для любого живого человека на нашей планете. И так и будет распространяться наша наша компания и эти технологии. Ведь они подходят всюду. Главное, что нужно закончить сертификацию. То есть 14-й и 15-й этап, так же, как и все остальные, главная задача это сертифицировать. Чтобы сертифицировать, нужно испытать и продемонстрировать. Чтобы испытать и продемонстрировать, нужно построить. Чтобы построить, нужно разработать, как строить и средства. Как разработать? И разработал уже Анатолий Эдуардович очень хорошо. Средства мы набираем и поэтапно выполняем каждое действие. Первый этап самый маленький, меньше всего действий, меньше всего стоимость, меньше всего человек знает о проекте. сделали. Второй этап больше средств, больше сделать, больше уже людей знают, больше финансирования и так далее. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. На десятом нас уже на одиннадцатом поддержали в Арабских Эмиратах. Целый этап закрыли, потому что одна семья увидела то, что мы делаем, наши успехи и проинвестила сразу 25 миллионов. То есть просто закрыло, мы перескочили через один этап. И сейчас мы уже на четырнадцатом этапе. То есть вся сертификация, она проходит успешно. Есть, конечно, и свои проблемы из-за пандемии, из-за того, что очень много среднего бизнеса, уже немалого, то есть как мы, средний бизнес, мы сейчас тоже являемся средним бизнесом, они просто канули в лету, они закрылись, не смогли выдержать то, что происходит в нашем мире. А мы не закрылись, у нас все хорошо, мы даже перебазировались и стали сильнее, более маневреннее и быстрее. И компании, в которой мы проходим эти сертификации, они мирового уровня, так скажем, котируются на разных континентах. И мы уже с ними знакомы, мы уже с ними сотрудничаем, и мы уже будем продолжать с ними работать дальше. с каждым новым сертификатом все легче и легче, все проще и проще. Чуть больше информации об этом вы узнаете в интервью с Анатолием Леницким. Но именно для этого необходимы люди, именно для этого необходимо финансирование, для того, чтобы построить и была возможность просертифицировать. Сертификат дает нам все, дает нам возможность строить, реализовывать наши проекты абсолютно спокойно по всем законодательствам в разных странах мира. Так что, дамы и господа, пятнадцатый этап не загорание. Мы уже скоро закончим. И будет настолько, сколько сейчас, мы закончим. Я думаю, что год, два, не буду точно давать прогнозы какие-то. Но если каждый человек задаст себе вопрос, а хочу ли я быть частью этого, хочу ли я видеть этот новый мир? Хочу ли я просто ездить на новом виде транспорта? Или я еще хочу прибыль получать с того, что он едет здесь и в итоге оставаться в прибыли, а не платить просто за транспорт? За адресные проекты, которые будут развиваться по всей планете? Ведь Анатолий Эдуардович придумал способ, как очень быстро построиться на всей планете. Он делает ниже цену на саму производство, на саму трассу. То есть не надо столько денег сразу со старта, чтобы ее построить. она стоит немножко дешевле. Но каждый год какая-то часть прибыли будет от каждого адресного проекта, которых будут сотни тысяч, будут идти в общую копилку дивидендов и будут развивать нашу компанию и платиться в виде дивидендов всем совладельцам компании. То есть каждый адресный проект, каждый год, каждый проданный километр, каждый проданный подвижной состав и построенная станция будут приносить прибыль всем тем, кто сейчас помогает сертифицироваться данной технологией. Поэтому все, кто участвует и либо словом, либо делом, либо своим ресурсом помогает этому стать в будущем, кроме того, что будет серьезно улучшать мир, еще и очень серьезно будет радоваться тем пользам и благам, которые будет данная компания приносить за, как скажем, за нашу дальновидность. И пассажирский транспорт это одна лишь из частей, которая сможет прийти в города, там, где вообще нету транспорта. Там можно будет легкую трассу построить, как сейчас у нас 400 метров. Можно будет колтюминговую трубу делать, то есть специальное исполнение, до 2000 метров между опорами. То есть стоимость, количество земли, сколько нужно, и стоимостью, количество ресурсов, сколько нужно, и человеческий фактор его ресурса, время, стоит минимально. А эффективность супер. Либо мультимиллионники. Представляете, загруженная дорога Москвы, там куча стоят машин, тратят топливо, свое здоровье, не попадают себе на свою встречу. А даже вот такой вот маленький кусочек зеленого, зеленой части между дорогами, можно использовать это под, сдать землеотвод этот, под промежуточные опоры. и таким образом с небольшой помощью обычной дороги строится еще одна дорога, гораздо дешевле, гораздо экономичнее, и дает такой пассажиропоток со скоростью 150 км в час, абсолютно без пробок. Просто вы лететь будете над всеми пробками, как будто они действительно стоят, ведь они действительно и стоят. И вы при этом в полной безопасности, экологически чисто, заплатили меньше, времени потратили меньше, и все это время были свободны. То есть такие возможности дает этот транспорт как в деревне, где 5 человек, так и там, где 20 миллионов человек с пассажиропотоком в более чем 100 тысяч пассажиров в час. То есть возможности данных технологий очень гибкие. И количество транспортных средств, которые мы создали. Многие люди, руководители предприятий, даже оборонки в Беларуси не понимают, как Юницкий сумел сделать за такое время и за такие деньги столько. Ведь обычный транспорт может строиться от момента разработки до рынка от 5 до 10 лет. Например, пикап и от миллиарда до 2 долларов. А мы за 5 лет и за полмиллиарда сделали 12 моделей, то есть не одну модель, это не 12 штук, а 12 моделей, некоторых моделей по несколько штук. и это уже есть в железе, и это уже сертифицировано, и это уже катало людей. То есть для многих, если вы, для многих, кто немножко разбирается в производстве, имел собственный бизнес, либо участвовал в подобном производстве, они понимают, что это невероятная скорость развития. За 5-10 лет сделать то, что мы уже сделали, ну просто невозможно. И это не раз говорят Анатолию Эдуардовичу. И не тысячу раз говорят. Потому что действительно скорость феноменальна. Поэтому перед тем, как сказать, что о, я слышал уже несколько раз, почему вы так медленно, невероятно быстро, дамы и господа. Тем более предложить всему миру и, скажем, разным городам, разным странам, думам, каким-то корпорациям гибкую технологию. Вот если у вас малый пассажиропоток, вот на дальние расстояния вы можете использовать Винивинт, он вот с такими характеристиками. А если вам вот такое необходимо, то Юнибайк вам больше подойдет. Если у вас больше количества людей, вы можете выбрать Юнибус. Либо Юнибус даже может быть несколько Юнибусов вам на эту ветку нужно. Либо может вам нужна провисающая трасса и Юникар трехсекционный для 18 мест. А может быть берельсовый транспорт. То есть настолько гибкая технология Анатолий Эдуардович так четко изобрел, понимая так, но вот здесь может быть либо так, либо так. Вот это может быть самое удобное. Либо вот это, либо вот это. И он сейчас четко, быстро, на нашем же производстве, с нашими же сотрудниками реализует данные технологии. Причем очень успешно. И люди видят, так, ну, если у нас вот такое, то есть мы можем в одной компании заказать себе на всю страну трасс настолько гибкая. Там у нас месторождения грузовые, мы вот там будем, тут у нас скоростной междугородный транспорт, вот как сейчас, 500-600 километров в час с углом до 15 градусов наклона. То есть это очень высоко и это очень быстро, при том, что полностью безопасно, экологически чисто. Все эти возможности именно сейчас они нужны человечеству. А эта возможность, юнилит с таким передвижением, это то, что мы прямо сейчас будем, так скажем, финансировать и сертифицировать. Это главное, что осталось в 14-15 этапе. Скорость 500 километров в час. Просертифицировав ее, мы точно выйдем на передовую первыми, первый, лучший и самый оптимальный во всех показателях транспортной системы, транспортной отрасли. Но это все, скажем, пассажиры перевозки это одна часть. Самый дорогостоящий бизнес это грузоперевозки. То есть кроме того, что мы модернизируем мир и изменяем перевозку грузов, поскольку сейчас аэропотребление, мы за это же и платим за все, за то, как долго он идет, за то, что он где-то отстаивается, за то, что он где-то простаивает, за всю эту неэффективность платим мы, люди, потребители и налогоплательщики. Но участвуя и развивая струнный транспорт, мы, во-первых, изменим скорость доставки, мы изменим, что не будет стоять простаивать товар, не нужно будет за это платить, скорость доставки будет гораздо из-за этого тоже дешевле и быстрее. Все будет идти быстрее и дешевле. И причем не только нам или вам, тем, кто поддержал проект, а всем. Даже кто не способен сейчас, не вырос настолько, чтобы помогать нашей планете, объединяться странами, сотрудниками, то есть как-то стираются у многих границы уже, они понимают, что мы все живем на планете Земля как единая семья. Но и им, тем, кто не понимает, им тоже нужен транспорт, им тоже нужна эта польза, и кто-то должен брать ответственность на себя. И всех тех людей, которых я встречаю здесь, в Sky World Community, я понимаю, ой, от нас точно не убудет, мы творим такое благо, такое добро, нам со всех сторон это благо будет прилетать назад. Но оно уже прилетает, если вы посмотрите. Ведь мы улучшаем мир, делаем новую технологию, и даже если бы мы ничего за это не получили, а просто мир стал лучше, это и то, по факту, стоило бы наших денег, если масштабно смотреть, или наших, нашего времени, наших ресурсов, наших слов, которыми мы делимся. Но представляете, кроме того, что мы делаем мир лучше, мы еще и становимся совладельцем этой одной из самых перспективных, крупных, одних из самых прибыльных видов компаний, пассажира и грузоперевозки. И вы совладелец этого. То есть эта польза уже, так скажем, преувеличивает все бонусы, которые еще можно получить, кроме самих характеристик данной технологии для флоры, фауны и человека. И мы перенимаем на себя сначала на помощь, а потом и вовсе самый дорогостоящий бизнес. Он будет принадлежать тоже не коммерческим кругом, а населению планеты, самому народу. То есть с такой логикой и особенно с такой гибкостью технологий, то есть и месторождения, и контейнеры любого типа, морские грузовые 20-40 футов, и юнитраки для штучных грузов, для сыпучих грузов, для жидких грузов. То есть есть полное понимание о том, как передвигать любой вид груза. Также можно будет отправлять и машины поставить специальную капсулу, вместо юниконта, вместо самого точнее контейнера поставить специальную капсулу, где машина, которую нужно транспортировать в другую страну. Есть и такое. Юницкий говорит в своем интервью о том, что и на станциях будет грузовой подъемник, потому что не только пассажиров возить, но и грузы мы можем перевозить. То есть у нас в руках оказывается самая дорогостоящая и прибыльная технология, которой мы с вами с удовольствием будем пользоваться. И, опять же, часть ее уже развита, уже сертифицирована. сейчас можно наблюдать за всеми характеристиками, какие характеристики проверяются, что сейчас сертифицируется. Процесс сертификации достаточно трудоемкий, но нам повезло, что у нас Анатолий Эдуардович с нами. Ведь он множество, около 50 лет работает в строительной и транспортной отрасли. То есть он изобретает, он знает нормы все, особенно к транспорту и к эстакаде, и к самому транспорту. Поэтому наш транспорт без проблем сертифицируется, он на лучшем, на высшем уровне себя ведет и показывает себя. И, конечно же, очень уже ожидаем, все коллеги, которые несколько лет в проекте, мы очень ожидаем, когда же начнутся будущие проекты. Мы понимаем, что струнный транспорт, он уже здесь, первые адресные проекты есть, об них скоро объявят, даже если весь остальной мир откажется поначалу, какую-то причину придумает, чтобы не реализовываться, нас объединенные Арабские Эмираты будут закидывать с заказами, пока мы не скажем хватит, пока прям уже не сможем. Это еще надо подумать и посмотреть, какие у них договоренности, может мы обязаны там будем какие-то заказы делать. Но еще год назад Алексей Суходоев сказал, что если так все хорошо будет идти в Арабских Эмиратах, как сейчас, то мы может в ближайших три года из Арабских Эмиратов не выйдем, потому что у нас там работы будет, не будет времени делать другие какие-то заказы в других местах. А там прям все на месте. У нас производство, которое мы можем сделать, на месте адресные проекты, на месте мы развиваем, сертифицируем нашу технологию, то есть в Арабских Эмиратах и в Белоруссии. То есть все делает на месте. Уже такое пристальное внимание, при том, что мы даже не закончили. Поэтому я точно уверен, человеком на планете, которого встречаю, о том, что я знаю, и о том, что он может стать частью этого, ускорить это. Но как только закончится и выйдет на финансирование этот проект, хочется позаниматься и морскими портами, потому что невероятная выгода, прибыль и польза опять же для флоры, фауны и человека от подобного порта. Мы такую конкуренцию невероятную создадим просто в эффективности и в затратах на эту эффективность. Юницкий гений, просто гений. Дамы и господа, юницкий точка инженер. Пожалуйста, изучайте те технологии эко-мира, которые он изобрел. Это новый мир, который прямо здесь, который уже, мы уже могли в нем жить, если бы так серьезно 40 лет не ставили палки в колеса. Мы бы уже могли в нем жить, потому что он уже был готов, и Юницкий бы его хорошо распространил. Вот поэтому сейчас нас полмиллиона человек, нам уже не так легко поставить палки в колеса. И большинство проблем мы преодолели. Остались последние рывки. И будем продвигать новые виды трасс, новые виды портов, новые виды зданий, эко-городов, эко-поселений классного типа, передвижение фар-вакууме до полторы тысячи километров в час. И все это в единении с природой. Ведь данная технология именно на это рассчитана. Она для этого и создавалась, чтобы люди могли расселиться, никому не мешая, по всей планете. Чтобы у них было полное и чистое пропитание, достаточно чистой электроэнергии. И все возможности для развития и творения. Но именно для всего этого, для финансирования будущих проектов, необходимо сделать этот, самый актуальный. И это струнный транспорт. То есть главное донести до людей, что это самый эффективный способ передвижения. И он элементарен, супер крепок, идеален во всех отношениях для своей реализации. Ведь это просто пучки струн в корпусе рельса, которые при натяжении дают невероятную ровность. Но также они помещены в корпус рельса в специальном наполнителе, потому что они имеют собственную форму для правильного изгиба вдоль трассы, для достижения прямого и ровного пути при скорости 500 км в час. И сверху на этом корпусе стальная головка рельса, по которой идет стальное колесо. То есть супер просто и максимально эффективно, потому что стальное колесо по стальному рельсу нет более эффективного передвижения. Кто-то говорит, мне магнитная подушка гораздо... Нет, магнитная левитация никогда эффективнее не была. Из-за своей подушки и зазора там такая потеря энергии, ну просто супер невыгодно, это тупиковая ветка развития. Как вообще потратили 8 миллиардов и 50 лет Симмонс на то, чтобы создавать такую технологию? Анатолий Эдуардович сразу посмотрел через перспективу и сказал, не, ребята, это без меня, там не наше будущее, это тупик, и пошел по-своему. И вот оно. 50 лет там просто в никуда потратили и 8 миллиардов. Дали бы лучше нам 8 миллиардов, у нас уже бы куча заводов на всех континентах было, чтобы расстраивать подобную гибкую технологию. Ведь представьте, у нас сейчас один основной, который будет решать все задачи, из которого можно будет с одной части переходить на другую, то есть с разных видов трасс на разные виды трасс. Это супер универсальная и уникальная часть. И, конечно же, у нас будут и супер тяжелые трассы для тяжелых подвижных составов, там, где много пассажиров, либо много груза, либо можно даже составлять, как сейчас будет сертифицироваться в Объединенных Арабских Эмиратах. 7 транспортных средств модулей по 25 человек соединяются в поезд, получается 175 человек с огромным пассажиром потоком в час. Этот транспорт может передвигаться, скажем, у нас по Дубаю или по Абудабе. Подвесной транспорт, навесной транспорт, то есть есть разные, можно делать Т-образные такие вот, так скажем, столбы, на которых здесь снизу несколько путей, сверху несколько путей, то есть подвесной, навесной и разнопутная дорога. То есть, скажем, для Индонезии, там, где перепады в огромное количество метров на, так скажем, на суше. И под такие, и под полужесткий рельс для средних городов, где 100, 250 тысяч населения. Полужесткий рельс. Там, где маленький, гибкий рельс. Колсюминговая труа, там, где совсем последние решения. Отличные решения и для горных местностей. То есть, супер уникальная технология, принадлежащая народу, развитая народу, приносящая капитализацию и прибыль народу, приносящая пользу всему живому, не только народу, не только одной из 12 миллионов семей, а и флоре, и фауне. И полное освобождение нашего первого уровня для жизни. Это суперкомплекс пользы, которые Анатолий Эдуардович собрал вместе. И технология, которая смело уже даже сейчас может приходить на помощь существующим проблемам, существующим технологиям, которые не справляются с потребностями человека 21 века. А данный транспорт полностью справляется с потребностями. И его интеллектуальная система управления, она полностью освободит нас. Это как раз, чтобы становиться творцами, нужно больше свободного времени, чтобы творить. И эта технология нам его дает. Два человека, при том, что один просто в случае экстрем должен заменить первого, по факту один человек, управляет сотнями километров и сотнями транспортных средств, сидя на своем месте. Потому что транспорт двигается сам. Это искусственный интеллект, полуандроид, с загруженными в него алгоритмами, как поступать в той или иной ситуации, с машинным зрением, который оценивает все, что происходит вокруг. Более чем 250 датчиков на маленькое транспортное средство для полной безопасности и комфорта пассажира. То есть все это собрано вместе в транспорт. А мы внутри полностью свободны. Когда весь транспорт, все анкерные промежуточные опоры, станции, как единый роль объединенно и очень нежно и ласково выполняет то, что человеку и человечеству необходимо. Такое количество времени у нас освободится. Ведь это закрывающая технология, автоматизация. Та технология, которая даст нам возможность не заниматься ненужной деятельностью. Ведь такие технологии и нужны, чтобы забрать у нас монотонный труд, неинтересный труд, одинаковый труд, опасный труд. Наши компьютеры, наши искусственные интеллекты уже готовы помогать нам все это делать. И Анатолий Эдуардович успешно показывает, как применять эти технологии. Мы создаем с вами самый уникальный и самый безопасный вид транспорта. Легко интегрируем и куда угодно. Хоть в мечную мерзлоту, хоть в вечную жару. Через овраги, реки, озера, сквозь города, сквозь здания, поперек квартала. То есть любая задача, которая необходима человечеству со струнным транспортом будет осуществлена. И все остальные виды транспорта ну просто рядом не стояли. Поэтому, дамы и господа, перед вами будущее, которое мы с вами реализуем вместе. и каждый человек, даже если вы сами либо не хотите поддерживать, либо вам, не знаю, недостаточно важно это то, что происходит с миром, с человечеством, с жизнью на нашей планете, либо не можете себе позволить в этом участвовать, либо не можете позволить найти время себе, чтобы изучить этот вопрос. Что бы вы ни придумали, дайте эту информацию другому человеку, хотя бы одному. Каждый человек должен услышать хотя бы один раз от данной технологии. Ведь если бы мы не делились, мы бы сейчас не были на 14 этапе, мы бы не увидели эту презентацию потрясающую, которую разработал целый отдел, вы не увидели видео и фотографии нашего транспорта, наших трасс, мы бы ничего этого не сделали, если бы такие люди, как вы и я, просто не поделились важной информацией, которая оказывается важна для всего живого на нашей планете. Просто это наша ответственность сделать ее, эту планету. рая. Вот такое представление нашей технологии сейчас компания уже отдает в руки потенциальных заказчиков. То есть эта технология в большинстве своем готова. И сейчас главное это закончить 15 этап. Для этого либо время нам поможет, либо увеличение количества людей, которые поддерживают данный проект, которые финансируют данную технологию. Ведь все, что вы видите сейчас, это сделано людьми. И я очень благодарен вам за то, что каждый из вас даже сейчас вкладывает свое внимание в эту тему. ведь все, что все, куда падает внимание человека, то и растет. Это наша магическая сила, можно сказать, наше внимание. Если мы концентрируемся, чтобы что-то создалось, что-то преувеличилось, это будет, это происходит. И мы видим это, потому что действительно невероятно пробуждающе. Не за горами последний, пятнадцатый этап перед закрытием финансирования данной технологии. Дан дальше уже будет на самофинансирование выходить. И дальше стать владельцем данной технологии можно будет только после выхода на рынок, на биржу, когда кто-то захочет продать свои, так скажем, синицу с золотыми яйцами. Пятнадцатый этап. У всех есть возможность год, может два поделиться информацией со своими близкими, родными, любимыми, просто людьми, которые занимаются экологией, которые занимаются улучшением нашего мира. Поделитесь с ними, покажите, дайте ссылку на презентацию. И я с удовольствием расскажу и дам аргументы новым людям, для того, чтобы они могли взвесить все и принять взвешенное рациональное решение. Что делать с такими изменениями на нашей планете? Ведь в скором времени с помощью подобной технологии, особенно передвижения фар-вакуума, мы свяжем единственной транспортной технологией всю планету. Сможем передвигаться за несколько часов в другие города и на другие континенты. Я вижу этот мир, я его чувствую, я хорошо с ним ознакомился через разработки и книги Анатолия Эдуардовича. Ведь у меня много книг его, которые я изучаю, читаю, какие-то более документальные, какие-то более художественные, где-то невероятное количество формул. Сейчас я получил вот такую вот книгу «Программа перезагрузки экономики союзного государства России и Беларуси на биосферный путь цивилизационного развития». То есть возможности Анатолия Эдуардовича и понимания того, что он делает с нашим миром просто безграничны. Чем больше вы будете узнавать о нем, тем больше вы сможете почувствовать, насколько все-таки это важно. И что нет ничего важнее. И я понимаю, видя каждой его разработки, видя каждой фотографии, то, как он делает. То есть тут прям вклеенные, можно сказать, как будто листы сделаны, как будто из его чертежей, то есть отсканированы. Человек всю жизнь уделил науке для того, чтобы сделать наш мир лучше. И вместе, именно вместе у нас это дело получается. Поэтому, дамы и господа, развивайтесь, интересуясь. Зайдите на сайт unisky.injeneer и вы увидите очень много нового. Зайдя на сайт unisky.com вас перебросит на обновленный сайт, где потрясающе описано уже как салон продаж нашей технологии. Как вы бы зашли в салон Lamborghini, либо в салон, не знаю, еще какого-то космического транспорта, так сейчас можно прийти в наш салон, и уже люди могут из страны заказывать наш транспорт. Поэтому в скором времени вот такой транснет, объединение всего мира, мы его сделаем. Вопрос, какой вклад в это, вложите конкретно вы. Я желаю вам хороших, чистых размышлений, сбора аргументов и принятия лучшего для себя решения, что делать со всей информацией, которую вы сегодня получили. Если у вас есть какие-то вопросы, конечно же, пишите мне на корпоративную почту, я с удовольствием с вами пообщаюсь и помогу, расскажу то, что знаю, расскажу, как как минимум все эти факторы, которые были, можно улучшить. Ну, и, конечно же, интересуйтесь дальше, а особенно интервью 21-го года с Анатолием Эдуардовичем про коммерческие проекты. Вы будете рады, удивлены и даже, может, немножко шокированы. С вами был Артем Курбанов из Латвии, город Дабахпилс. Я желаю вам всего лучшего. И с вами была компания Sky World Community. Одна из немногих компаний, которая в такое непростое время мира дает абсолютно любому человеку возможность без ограничений, без ограничений вознаграждения заниматься созидательной деятельностью, создавать и улучшать нашу планету, создавать и улучшать технологии с помощью передачи информации. Притом, в любое время, на любом континенте, в любой стране, с любым менталитетом, на любом языке, эта компания дает возможность абсолютно любому человеку действительно жить благо. Поэтому изучайте, интересуйтесь. Спасибо вам, Марина, Николай, Константин, Ольга, Яхья, Эрик, Михаил, Эрнест. Очень рад, что вы сегодня здесь. Спасибо большое. Очень приятно было для вас читать, точнее, рассказывать всю эту информацию. Сегодня было как-то по-другому. Видимо, от вас контакт очень хороший и интересный. Поэтому спасибо вам от всей души, от всего сердца. Будьте, пожалуйста, здоровы. Еще раз благодарю вас за внимание. Пусть все будет расти, куда на благие цели мы его направляем. И до новых встреч. С вами была компания SkyWorld Community, которая создает тот мир, в котором хочется родиться. Субтитры создавал DimaTorzok,